Привет, с вами Добгай, мы начинаем играть за невероятно Тибет в Кайзер Редакс, и если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же пойдем по прекрасному пути эзотерического буддокоммунизма Ленина. Я считаю это прекрасно, поэтому поехали. И мы созываем сразу кошак, будем эффективно отправлять Тибетом. Кстати говоря, здесь есть традиции Доб-Добов, Доб-Добы это воины-монахи, так что я понял, что на самом деле я воин-монах и должен уехать в Тибет, прощайте, ну или нет. Итак, вот наша ситуация в Тибете, у нас кризис власти, Далай-Лама умер в 1935 году, сайф нашего регента до момента обнаружения нового Далай-Ламы, но он бессилен, и страна погружается в хаос, какой ужас. Ну, мы все переживем, наш коммунизм победит. И младо-тибетцы покидают Лахасу, Дзасу тоже придется ослепить. Какие-то, короче говоря, тут генералы что-то делают, а нам на самом деле мало интересно пока что. Теперь еще одна партия нам представляется, партия улучшения Тибета, минус отношения с коммуной аппаратой, видимо мы с ними совсем не дружим. И там какие-то ребята с Непалом сопоставляются налогом. Стражу всяким? Могут ли горы Тибета платить налоги? Хороший вопрос. Встречаемся с бешенцами, конечно же, мы запутимся о них. Еще младо-тибетцы прибывают в Уцан. И крестьянам говорят, что бонетам будет покойщина. После того, как там, короче говоря, хотят ребята там занять позицию Ригенда, как я понимаю. Ну, в идеале, конечно, им этого не дать, наверное. А может и дать. Сейчас скоро посмотрим. И у нас теперь фокус свободный, скажем так. Давайте возьмем себе фабрику. Я вижу, что мы сможем добыть сталь, алюминий. И может что-нибудь еще. В общем, у нас тут вроде неплохие будут бафы. Ну, хотя относительно, конечно. Наши стороны неплохие, а так в целом, конечно, слабые. Но потом там будут еще, я видел, бафы на организацию. На атаку, так что, наверное, весело. И противолушение Тибета проникает к нам. Непал, не станет померегать социалистом. Непал. Блин, он такой мужичок. Я бы ему не доверял, если честно. Я не отказывался перекрыть перевал. И мы можем отправить Добдобов, либо отправить к Секиму, либо к Ханской границе. Но, по-моему, нам нужно выбрать вот этот вариант. Получается, я отправляю своих кулонов. И получается, на самом деле, в Непале, точнее, в Тибете, меня и создали. Это прохождение вызывает, так сказать, все глубинные вопросы в моей душе. И отправить их в контратаку, да. Ну, смотрите, как партия улучшения Тибета берет Алхасу. Социал-демократы приходят к власти. У нас какой-то по его порядок. То есть, вот нам дивизии дают. А одну дивку дали? Ну, лучше, чем ничего. Кстати, такой еще вопрос. У нас пехотка? Да, у нас пехотка очень плохая. Так что давайте исследуем себе пехотку нормальную. Чтобы все, если что, спамнилось с ней. И возвращается у нас Панчен Лама. Прелесть. Нам прибывает, кстати говоря, монгольский посланник. Можем отказаться, а можем принять и получим Тибкаф. А, это мы им отдали Тибкаф, да? Блин, это, кстати, не так прикольно. Ну ладно, можно и подружить. В принципе, еще нет. Мы теперь с ними в одном альянсе. Нормально. А в России Корнилов штурмует Москву достаточно дефолта, наверное. Я Корнилову чаще всего вижу здесь. Хотя, бывают, конечно, и демократы. Хотя нет, я бы сказал, наверное, какой-то обычным кайзарахе. Революционер объявляет определенный выбор через 4 месяца. Удачи всем, это правда. А мы пока займемся съездом партии. И избавимся от небольших дебафов. У нас вообще промышленность супер маленькая. Так что мы не можем от себя ожидать чего-то большого. Но ничего. Если они хотят борьбу, они получат ее. Да, при этом можно даже целую книгу написать. Я думаю, видение регент. Отправляемся. Борьбу получат. И да, на интернационал съездим. Китайцы укрепляют границу. Мы могли делать набеги? Смотрите-ка. Я так понимаю, где-то здесь. Ну, слушайте, давайте мы тоже усилим свое присутствие здесь. И да, мы сможем, если что, сделать рейд. Да, давайте тогда сюда дивизии подводить. И действительно делать рейды. Почему нет? Вот, смотрите-ка, компания лам. Без эскорта немного, либо 2000 сравнников взять с собой. Можем что-то от них отжать, видимо. Эй, блин, я думаю, давайте все же возьмем с собой немного. Это что-то происходит. Он важен нам, но он нужен здесь. Давайте он нужен нам. Давайте, ладно, здесь он нужнее. Так, там кто-то разместился в Уишу. И они получают побольше контроля. Так, конец первого конкурса. Мы тут дивизии наши немножечко реформируем тем временем. Я делаю их нормальной шириной фронта. Так, он прижимает все отрастает, усиливает, конечно. А, смотрите-ка. Преследование армии клики. Бежим. Вас преследуют. Но мы с собой взяли немного людей. Наверное, все-таки надо было не брать вообще людей. Но кто, как говорится, знал. А, чей-то с этого они тоже возьмем. Мы в какие-то монастыри заходим. И, так понимаю, мы там где-то путешествуем или что? Ну ладно. Нам нужно, кстати говоря... Да. Побольше пехотки докопить. И пойдем в рейд. А зайти где еще можно делать рейды? Рейд? Ха. Ладно. Такое, мне пока еще не платили. О, смотрите-ка. Рекарнация 13 в Дайлай Ламы. Он выбрал все их личные вещи. Отлично. Тогда мы можем делать действительно рейд. Давайте, да, ребята сейчас обучаются. Еще делаем 3 дивизии и реально будем делать рейды. Вот он, Дайлай Лама. Прекрасно. И мы тем временем усилим границу и отправим туда еще людей. Я, наверное, приближается. Прячься мальчика. Итак, Дайлай Ламам спрятался, берег чист. Тут прям какой-то сюжет происходит. Как будто в какой-то РПГ играем. И ведем какого-то персонажа секретно. О, и все, и он доехал. Достигает Алхасы. И Священный Союз обещает социалистический ламаизм. Происходит у нас тибетский выбор 1936 года. Итак, там еще кто-то прибывает в Алхасу. Поможем тоже еще каким-то ребятам. Ладно, всем поможем. И вам, и вам. Дайте нам только винтовок. Подготовление к процессе лам происходит. Мы приглашаем их всех в наше государство. Отлично. Да, и я так понимаю, мы это в ламу сделаем нашим правителем. И на выборах побеждает партия Священного Союза. Как неожиданно и приятно. У нас тут некоторый Николас Ройрих. Тотализм у нас Священного Союза. Окей. И нам нужно прийти к Ленину внезапно. Тут есть разные бафы, на самом деле. Ну, в основном политка. Тут всякая популярность. Стабильность. НПшечки, кстати говоря, неплохо так дают. Население еще дадут. Что тоже, кстати говоря, хорошо. Я, наверное, с этого бы и начал. Чем раньше мы возьмем население, тем позже у нас... Точнее, тем больше мы как бы успеем это подскейлить. У нас, на самом деле, 4 миллиона населения. Это немного. Но это не так мало. Бывало и хуже. Ой, смотрите. У нас можем объявить войну Секиму. Да, черт возьми. Зуфит. Как и ровно то, что мы хотим сделать. Как говорится, на нашей стороне лама. Что может пойти не так? Это Священное Животное их точно победит. Единственное, есть нюанс. Там идет гарантия от Бхарата. Это, конечно, действительно нюанс. Остановит ли это нас? По-хорошему должно. Но остановит ли это нас на самом деле? Нет. Это делаем просто двусадочку. Пока что хотя бы так. Наберемся. Следующий баф на людей. Еженедельные людские ресурсы и стабильность. Кстати говоря, мы же еще сможем взять себе... А, ну, у нас пока что... Хотя нет, у нас уже та идея. Но здесь нету... А, нет, есть. Все, вот, идеологическая лояльность. Вот это мы сейчас возьмем, потому что у нас с мэнпуэром будут проблемы. Поэтому следующий мы, наверное, берем и на этот баф. И монголы нас призывают против Кликима. А не сегодня, ребята, не сегодня. Ну и мы победили в Северо-Западной войне. Приятно. Я даже не знал, что мы воевали. Но, видимо, получается, воевали. Дзонги и топ-добы для нашего учителя. Отсюда будет строиться истинное искусство и гений. А получаем мы укрепление и получаем еще немножко дивизий. То нормально, на самом деле. Это, по факту, просто дополнительные винтовочки нам. И мы себе еще обучим, наверное, ну, одну дивизию. И так начали мы учиться у Матаха Востока. Получили баф на исследование, самое главное. И я бы хотел взять себе еще сразу фабрику вот здесь вот. Мы, в принципе, сейчас построим еще одну фабрику здесь. Потом пойдем все в военки вкладывать. Потому что начинается, кстати говоря, гражданская война, американская. Потому что нам бы производить еще артиллерию и доопоснащение для наших дивизий. Для этого нужны заводы. Нельзя на одном заводе делать больше, чем что-то одно, к сожалению. Ну и что, давайте займемся Секимом, пожалуй. Мы готовы к этой войне. Я так думал, и я был прав. Я не думаю, что нас здесь пробьют. Ощущение, да, там зеленая все-таки, а не красная. Мы сейчас, самое главное, забираем весь территорию. И в двух провинциях сейчас будем успешно держать оборону. Давайте сразу даже сделаем план наступления. Хотя наступать, конечно, мы не будем, но пускай будет план. И мы будем этого плана, что правильно, придерживаться. И я даже, кстати говоря, вижу, что мы можем вот эти территории две занять. И я их займу. Обязательно так можно сразу взять территории. Потому что, я так понимаю, они не в альянсе. Вестер-Ламы, еще один поиск. Слишком юн. Они хотят еще один поиск сделать. Ну давайте. Короче, я хочу занести провинцию, потому что отсюда потом можно спускаться. Здесь одни холмы. А здесь, считай, две провинции, две горы. Горы, конечно, лучше держать. И смотрите, как можно сделать клиентское государство, а можем продолжить закупаться, сделать его национальным. Я думаю, национальным выгоднее. И мы можем пойти на мир с вот этими ребятами, либо продолжить войну до победы. Ну, мы видим, у кого больше дивизий, поэтому я не против пойти на белый мир. Прелесть. Это на самом деле идеальное для нас развитие событий. Теперь мы можем, кстати говоря, и кликрема заняться. Нас призывают, мы соглашаемся. И успеваем чуть-чуть повоевать. В основном, конечно, мы это делаем ради того, чтобы здесь получить опыт. Но и, может, мы успеем регион взять. У нас тут, наверное, претензия на него должна быть. Да. Может, сможем что-то забрать еще. Ой, наш ребят самых необычных людей. Прелесть. Плюс людские ресурсы, тоталисты и политплаз. Кстати говоря, по-моему, в парадах теперь наши друзья. И они готовятся нам добровольца послать. Я не против. Ну и без особых проблем мы здесь пробиваемся, на самом деле. Что и было ожидаемо. Ребята не ожидали тузовой атаки. Но вы будьте осторожнее. И всегда ждайте подобную тузовую атаку, на самом деле. Потому что, кто знает, кто знает. Я бы этим тибетцам никогда в жизни не доверял. И, кстати говоря, вы можете выйти из изоляции, что мы и будем делать. И сейчас покажем тибетскую магию 0 от НП. Так сказать, тибетский зажим добдобами, блядь, сейчас произойдет вот здесь вот. Ну да, произошел нюанс, потому что я как-то и забыл, что здесь тоже есть граница. И Синтянь тоже в войне находится. Прибытие Теософии в Тибет. Общество Теософии. Скорость пополнения. 25 отсутствие очень сильно. Еще неплохие дополнительные бафы. Прелесть, слушайте. Так, у нас на Спартакеаде наш спортсмен был пойман при пытке подкопа судьи. Я говорил. Монахам, блядь, доверие 0. Это только подтверждает это. Да, но репутация с нашей стороны была немножко запятана. Ясен хуй. Других слов, как говорится, у нас и нету. Ну, это что-то на тибетском сказал, если... Хм, понятное дело. Форсирование рерихионства на нашей территории. Духовная и культурная эволюция всего человечества, которую мы надеемся осуществить. Эта широкая рериховская мыслеформа должна быть объяснена и простелеризована для масс. Возможно, на Спартакеаде еще и употребляют допинг, причем тот допинг, который мы осуждаем. Ну, и хоть нам стало чуть-чуть посложнее, потому что у Кликима откуда-то появилось очень много дивизий. Тем не менее, здесь мы окружаем дивизии, здесь мы окружаем, сейчас с Синьцзянем разберемся, там дальше Кликима тоже будет. И мы, да, какой товарской арт получаем, это очень важно. Все много количеств с великой страной, хотя у них промышленность, ну, примерно как у нас. Хотя у них продлилось ради 7 военнословодов, когда у нас всего один. Это надо исправлять, но пока я занимаюсь АЖД. Здесь совсем нет снабжения, и это грустно. А, ну, Кликима еще начала войну с Сычуанем, так что им точно конец. Мы тем временем переходим к Махатме Ленину. О май! И мы туда насобирали бафов, теперь мы прям очень красивая страна. И наши позиции в отношении Махатмы Ленина. Только путь красного Махатмы. Поехали! И идем эзотерический буддокоммунизм. Ладно, надо сначала ячейку, а ячейки следы как раз здесь. Так что да, эзотерический буддокоммунизм. Поехали! И вот оно, Кликима капнуло, и за ней капнуло, в принципе, все. А, нет, это именно Кликима. Ладно, мне показалось, значит. Тогда заберем, что получится. Это немного, но это честно. Это регионы, в которых ХД-фабрики и один военный завод. Ну, как есть. Ой, можем как раз таки интегрировать в Сен-Хае. Это супер прорезь, если это еще один миллион людей, то это бы тоже в идеале интегрировать. Здесь 5 миллионов населения, это нам пригодится. Ой, у нас бутанские рейдеры. Черт возьми. Проклятый бутан. Что я могу на это сказать? Да, мы будем действительно готовить эту армию и раздаем этих выскочек. Только другим вопросом, что нам нужно эту армию прислать перед этим. Это все, пожалуй, уже в следующей серии. С вами был Дубгей. Обязательно подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. Придеть в следующих видео по Будда-коммунизму. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok